приятного времени предпровождения с вами как всегда козел альпийский и это обещанное видео о том чем же я пользуюсь до моих аксессуарах чем же я пользуюсь когда лью солдатиков по идее надо было начать с этого видео но меня попросили именно показать процесс литья там дальше уже показала одно да как говорит сказала говори б в общем этим видео я даже не заканчиваю а начиная как бы новую серию долгих роликов будет много штук 20 точно будет вот том значит как лучше лить именно какими приборами собственно давайте даже не с приборов начнем а собственно я лью из термоклея да поэтому начинать лучше всего с того из какого термоклея лить и так вот так значит такие пачки стержней я покупаю давайте рассмотрим подробнее видите написано тундра стержни клеевые 200 миллиметров то есть 20 сантиметров 50 штук не 7 миллиметров в диаметре видите небольшие стержни бывают толстые об этом в более специализированных видео расскажу вот такая пачка стоит примерно рублей но не знаю от 300 до 400 где-то так покупал я в интернет-магазине но такие стержни бывают и специализированных строительных магазинах причем что самое удобное они бывают как в городских магазинах так и по области потому что я уже 12 лет живу за городом до ленинградской области примерно в 50 километрах от санкт-петербурга от границы санкт-петербурга так-то от своего дома наверное это километров 80 будет потому что я живу ж не на жил по крайней мере до 20 лет я жил ну ближе к центру не совсем центре но ближе к центру петербурга да и поэтому я знаю какие там магазины по старой памяти потому что даже когда я жил в городе я увлекался всякими строительными приблудами ладно неважно в общем как в городе так и в области продаются стержни клеевые не обязательно в такой большой упаковке эти еще расскажу я заказывал в интернете вот это самые лучшие они бывают вот ну это уже пачка как вы сами понимаете на лежит очень долго я заказываю на несколько лет вперед ну потому что сами знаете цены бывают скачет и пока цены устаканится вновь может очень много времени пройти а как бы я лью постоянно я говорю для меня это такое расслабление я не игрок не коллекционер я вот ну кто-то допустим пиво пьет да я вот сажусь и начинаю лить солдатика потом я их крашу и как бы вот так вот я нервы свои успокаиваю после работы в общем где брать стержни понятно какие стержни понятно третий раз скажу не покупайте в магазинах фикс прайс стержни до полимеры они очень плохие они могут взорвать ваш экструдер ну клей в пистолет они дают очень низкую детализацию они даже не годны чтобы подставки лить очень плохие стержни никогда там не покупайте конечно фикс прайс это источник ну раньше было сейчас не знаю сейчас там теперь все уже практически по 200 рублей стоит раньше стоило все по 50 там можно было покупать прикольных трансформеров всяких игрушки разные из них конверсии что-то да то сейчас там ну практически ничего нет одна одна шелуха убираем стержни переходим непосредственно к моему экструдеру значит вот он он у меня хранится такой вот таре кстати как раз купленных фикс прайсе видите вот это вот вся весь оплой я собираю его отдельно и в специальном видео расскажу что я с ним делаю как сами видите да у меня пистолет ну в таком состоянии вот как я его там оставляю так я его и оставляю дремель хобби 930 модель самая лучшая за ну сколько илью с пятнадцатого года 15 16 17 18 19 20 21 22 6 7 лет точно я занимаюсь литьем и вот за семь лет я сменил три таких пистолета это третий первый пистолет у меня на года четыре наверное проработал и потом я до сих пор не знаю у меня был скачок напряжения в доме и вы вы ну значит отключили электричество по всему поселку и я не знаю от этого ли сгорел пистолет или уж от времени в общем он сгорел перестал работать ну а в ремонт его нести стоит такой пистолет сейчас три тысячи рублей можно найти даже дешевле этот пистолет своих денег стоит он универсальный рабочий инструмент я таким пистолетами все лил всех солдатик и непосредственно этим наверное больше пары тысяч солдатиков я отлил не только солдатиков я лью еще и технику да мне был вопрос лью ли я технику совсем недавно долю об этом тоже будет видео но сейчас пока не об этом в общем дремель хобби до 930 и сейчас самое важное я не электронщик не какой-то технарь я чисто гуманитарий поэтому я до все доходи опытным путем смотрите видите у него есть две программы первая и вторая так вот вторую никогда не включайте вообще никогда потому что вторая программа плавит стержни до состояния воды и ну реально можно обжечь обжечь это так что волдырь будет неделю вас на руке я это прошел сам как бы никому не советую поэтому на второй программе никогда не используем этот пистолет только на первой программе работать им можно ну около часа потом как бы стоит лучше сделать перерыв и вы отдохнете немножечко и пистолет немножечко отдохнет имея формы до имея пресс-формы за час или из там чулочной формы любые за час можно 20 солдатиков отлить и а то и больше значит от пистолета мы плавно переходим к тому значит чем я формую это уже светилась данная продукция светилась у меня на канале это силикон момент герметик для ванной кухни обязательно санитарный он воняет определенным такой химии короче воняет вонючий силикон дает чем больше вонючий силикон тем больше детализации он дает значит я как правило пользуюсь прозрачным но иногда использую белый тоже специализированных видео по формам будет обзор на формы специализированном видео по формам я расскажу когда лучше использовать белый когда прозрачный Белый чуточку подешевле По-моему, раньше был сильно дешевле Теперь разница Там такая, что, в принципе, без разницы Поэтому лучше все-таки Покупать прозрачные По многим причинам О которых тоже Расскажу, но вот Не в этом видео, а то Ну, очень сумбурно получится, буду об этом очень много говорить Об этом надо говорить действительно Подробно, поэтому не в этом ролике А пока запомните Еще раз говорю, я лью с 15-го года Перепробовал много силиконов Значит, дешевые силиконы За 100-200 рублей не подходят Они дают низкую детализацию То есть адгезия У клеевого стержня И силикона Будет низкая, то есть что-то прилипаемость Короче, и деталь у вас просто Или не будет проливаться Или будет все в пузырях Как пемзовом И вы разочаруетесь в литье И не будете продолжать литье А все дело в том, что Дешевые силиконы Они вот не санитарные А даже дешевые санитарные Они не дают достаточной детализации То есть вот На данный момент Стоит 700 рублей Вот этот баллон И он этих денег тоже стоит С одного баллона Можно заформовать Весь набор космодесанта Пару наборов какой-нибудь Каких-нибудь орков Волоселина колец Огромное количество Голов Мечей Всего чего угодно Если мы берем Более мелкий масштаб Да, тоже будет видео Про мелкий масштаб 1 к 72 Так называемые клопы Там вообще Не знаю С одного баллона Можно всех ваших клопов Заформовать И не по одному разу То есть запомнили Момент Герметик санитарный Для ванной и кухни Прозрачный Если нет прозрачного На худой конец Годится белый От герметика Плавно переходим К тому Что у меня на канале Должно было светиться А, нет Подождите Еще Еще паяльник Мой паяльник Который не засветился Вот он Значит Выключил я его Из розетки Вот такой у меня паяльник Этим непосредственно Паяльником Я пользуюсь Уже довольно давно Тоже куплен В строительном магазине 137 Рублей он стоил Очень хорошо запомнил Цена такая Пока он не служит Он сейчас холодненький И ни в коем случае Не Водим по модели Вот этой Толстой частью Да Только жальцем Шильцем Вот этим Паяльники Бывают разные Бывают огромные В два раза больше У меня тоже такое есть Им обрабатывать Ну практически нереально Он раскаляется мгновенно Он просто съест Всю вашу модель Берем вот такой вот Паяльничек С тоненьким Кончиком Аккуратненько Вот так вот Водим по модели Служит он Ну примерно Года два Три Может быть Может быть год Если плохой паяльник У меня вот предыдущий Паяльник всего год Прослужил Он был Ну такой дешевенький Но я его взял Потому что ничего не было И потом как-то не было Время все поменять А потом Случайно я наткнулся На этот деревянный И сменил Свой старый паяльник Не знаю где он Он по-моему Перестал работать И как раз Вот так наложилось Что вскоре после этого Я купил вот паяльник И вот он Пока он не служит Хорошо Достаточно короткий У него провод Как видите Но С лица воды Не пить Как говорится Так вот Теперь Переходим к ножам К модельным ножам Какие я использую Значит Я использую Вот такой вот нож Непосредственно модельный Лезвие я на нем Не меняю Пользуюсь я им Опять же Больше года До этого у меня был Точно такой же нож Только с пластиковой рукояткой Вот здесь вот Она сломалась Здесь был пластик Как сейчас Вы видите Здесь металл И металл Ну Выдерживает давление Моих толстых пальцев Похожих на сосиски Естественно Если Я не знаю Этим ножом Не знаю Кроликов разделывать Или птицу То естественно Он не выживет А вот как раз Обрезать Облой на миниатюрах Этот самое То Он довольно тупой Видите Я вот так вот вожу по руке Ничего не режется Но форму вскрывать И обрезать Миниатюры Самое то Острым ножом Пальцы себе Все почекрыжите И вот такой вот нож Купил я его В Лерой Мерлине Да Ну я не буду говорить Как На латинский манер Называют этот магазин Я вижу надпись Лерой Мерлин Я ее называю Лерой Мерлин 88 рублей Ставил этот Цанговый нож Называется Канцелярский Бывает нож Что я им только не резал Ладей этим ножом Ну примерно месяц До этого у меня Не было такого ножа Я пользовался ножом Из фикс прайса Ну тоже более-менее вариант Но вот этот нож Я резал им И по стройке Да Потому что у меня Стройка сейчас идет Она с лета И дай бог К зиме она закончится Собственно поэтому Ролики выходят редко Потому что Ну нет времени Сейчас как бы Выдалось у меня Опять же Время Вот я и снимаю В общем Вот такой вот ножик Сейчас секунду Острота у него не теряется Я им резал утеплитель Строительный Вот Удвигал Вот так прям Резал строительный утеплитель Резал им Изоляцию Ну в общем По стройке резал И режу миниатюры Обрезаю там Облой Прекрасно он справляется Если что Я к нему еще Лезвие докупил Но Пока еще не менял От ножей Переходим Вот теперь Переходим Нет еще не переходим Переходим К загадочной вещи Это Кисточка Этой кисточке Лет не знаю Десять Подарили мне Родственники На один из новых годов Вместе с книгой Про несушек И с набором Масляных красок Но скажу так Что я и все Пару картин Маслом нарисовал А эту кисточку Я использую как Я ей выдавливаю Силикон То есть я вот Видите у силикона Там внутри Такая есть Ну как сказать Плоскость И она толкает По тубе Силикон вперед И вот я по ней Давлю кисточкой То есть не пользуюсь Пистолетом каким-то Да Не пользуюсь Вот этим конусом Ну потому что Он сожрет силикон Дай боже На 10 форм хватит Здесь вот я просто Обрезаю Обрезаю кончик И вот так вот Давлю Сейчас я естественно Не буду выдавливать Тут пустой баллон Фактически А так вот я давлю Давлю вот этой кисточкой И выдавливаю Мне надо по капельке Как я уже говорил Как зубную пасту Наносите на щетку И надеюсь Вы все зубы чистите Два раза в день Ну меня смотрят Цивилизованные люди Так что Ну это конечно же шутка В общем вот такой кисточкой Я пользуюсь Она очень прочная Потому что строительный Пистолет Очень много Место занимает Ну не люблю я его А кисточкой пользуются просто Вот теперь Переходим к тому Собственно Что я давно обещал Это акриловый лак И строительный колер Значит Я так понимаю Что меня смотрят Может быть люди Которые живут за городом Но которые не имеют Отношения к стройке Непосредственно Такого прямого Или даже Которые живут в городе Для них это вообще Темный лес Поэтому тут нужно Как бы пояснить Пояснить за лак Что же это такое Вот этот лак Купленный Был Этот непосредственно Был моими родственниками Куплен Это Кажем так Это ведро Наверное Года Два Или три Года три назад даже В общем До этой осени Ну до конца лета Этого Он у меня хранился Тупо на улице Мерз Значит Жарился Че с ним только не было В этом году У меня закончилась Предыдущая партия Я этот лак Открыл И привез Видите Он совершенно нормален Это вот у него Такой цвет Глубокий цвет Такой Охристый Охристодревесный Как он называется Калужница Марки Аквест Я всегда покупаю Стараюсь покупать Этой марки Это не реклама Ну как Реклама только не платная Потому что хороший лак Он самый дешевый Своей ценовой категории В любом строительном Ну не в любом Но скажем так В тех которых я бываю Он скорее есть Чем нет Стоила такая бадья Раньше 300 рублей Теперь она почти 400 рублей стоит Цвет может быть Прозрачный Да Может быть Ну как вы видите Такой желтый Может быть Ну слегка голубоватый Сероватый Какой угодно В общем главное Не берите Какой-нибудь Черный лак Да Потому что он Если будете его колеровать Собственно Если вот этот лак Наносите Модель у вас Будет прозрачная Да Просто вы Залакируете Ну я взял Сейчас зеленый Колорант У меня сейчас нету Сейчас таких Как я пользуюсь Я пользуюсь Оттенками коричневого Смешиваю Как правило Черный и коричневый Прямо добавляю Естественно Не здесь У меня специальная Баночка Она уже засветилась В предыдущих роликах В эту баночку Наливаю Ну вот примерно Вот она баночка Вот где-то столько Я наливаю Лака И где-то Вот столечко Наливаю Колорантов В пропорциях Смешиваю Коричневый И черный Или просто Коричневый Добавляю Если очень темно Получилось Колорант Такой Тоже продается В любом Строительном Магазине Фирмы Бывают разные Цена у него От Не знаю Раньше он стоил 35 рублей Теперь он Наверное стоит Не знаю 70 рублей Бывает до 100 Ну вот Допустим За 100 рублей Я в два раза Больше баночку покупал В общем Не очень он дорогой И на основе Этого же Колоранта Делаю Не только Грунт Но и Краски Которыми Я работаю Собственно Непосредственно Можно брать Сами вот Эти баночки Прямо Открывать Их Сейчас я Открою Значит Вот так Он выглядит Яркий Такой Насыщенный Цвет В общем Сам Колорант Довольно Жидкий Если начать Его лить Видите Вот такая Густая Густая Такая Штука Довольно Жидкий Но Но Не прям Как вода В общем Им можно Пользоваться Можно им Красить Напрямую Модель Красить И Чем она Отличается От Акрила Тем что Модель Если не Залакировать А краска С нее Смывается Водой Когда Высохнет Но Наносится Этот Колорант На любую Поверхность Даже На металл То есть Это такой Лайтовый Вариант Почему Лайтовый Ну Потому что Во первых Дешевле Гораздо Чем акрил А во вторых Если вам что-то Не понравилось Вы можете Просто смыть С модели И покрасить Заново То есть вам не надо Замачивать В каком-то Ацетоне Там еще В чем-то Просто водой Смыли А если А если Вас устраивает Результат Ну Вы просто Лаком Запшикали Вот и все Лак Да Лак Я использую Лак для волос Сейчас у меня Его нет Не знаю Наверное Надо сходить Сейчас принесу Подождите Одну секундочку Спасибо за просмотр! Как всегда Козлина Заходит Это если бы У меня позволяла бы Мощность компьютера Маймонтировать ролики Это бы я вырезал Но К сожалению Сейчас Загружен я И комп мой Тоже Загружен Поэтому Будет Юмористический ролик Вот такой Лак Я использую 35 дней Лак Для укладки Волос Есть еще Лак Прелесть Ну Я баллон От него не нашел Выкинул Наверное В общем Стоит такой Лак Ну не знаю С пределом 100 рублей Продается Он Ну 365 дней Вы знаете Наверное Это Марка Ленты Магазины Гипермаркеты Лента Я бываю Там Достаточно Часто Чаще Чем В любом Другом Ну Наверное Только Пятерочки Бывают Чаще Не знаю Продается ли Лак В пятерочке Для волос Какой-нибудь Такой же Ценовой Там Как Что у них Красная цена По-моему В общем Такого Лака Хватает Такого Баллона Ну Не знаю На 100 Фигурок Если не Больше Да какой Там на 100 На 200 Наверное Даже С Миниатюр Он Ну Он Цементирует Их Я не знаю Как люди Волосы Наверное Волосы Могут Какие-нибудь Только Дикие племена Таким лаком Фиксировать Потому что Лак Железобетонный Почему я пользуюсь Этим лаком Ну потому что Лак Ну автомобильный Скажем так Лак Он сейчас Баллончик стоит Рублей 300 То есть За такую цену Я 3 таких Баллончика Куплю А Самое основное Этот лак Не вонючий Он как бы Ну Рассчитан на человека Поэтому он не вонючий А аэрозоли В баллончиках Они все Невероятно вонючие Запах этот Ну не выветривается А на улице Грунтовать Ну я могу Наверное только летом На улице грунтовать Потому что Любую другую Любой другой сезон У меня на улице Страшные ветра Я Ну практически В лесу живу На границе леса И поля И вот мой выпас Ну посмотрите ролики Про скотину Да там большой достаточно Около 2 гектар Чуть больше И там ветра Просто сумасшедшие И как бы забор не спасает И поэтому Ну все Весь аэрозоль Из баллончика У меня улетит Ну улетит Просто улетит Ни на модель Не попадет А в помещении Как я уже сказал Ну воняет страшно И эту вонь Терпеть ради солдатиков Я не готов Есть конечно Ну специальные Акриловые грунты Для миниатюр Но там цена 800 рублей Вот за такой же баллончик Цена 800 рублей Как бы Ну я считаю Это очень жирно Я не буду Такие деньги тратить Это все таки Ну такое Может тебе Позволить человек Который Играет в клубах Там или Какие-то дорогие Миниатюры собирает Я Ну конечно же Я покупаю Games Workshop И какие-то еще Другие миниатюры Но я Их непосредственно Не крашу Я их формую И переливаю Да А сами миниатюры У меня лежат В коробочках Специальных И Ну не буду я Их красить По многим Опять же причинам Будет тоже На эту тему Видео Почему я не крашу Оригинальные миниатюры Уже 10 лет И почему я Даже если мне дать бы Выбор Оригинал Или литье Мое Именно из клея Я выберу Литье из клея Наверное На той неделе У меня будет На эту тему Видео Пока Ну я думаю Что это видео Стоит уже заканчивать Но и так Уже Вон 20 минут Больше 20 минут Значит Я буду теперь Под каждым видео Про литье И про аксессуары Оставлять ссылку На свою страничку Вконтакте Мне можно писать Так же называть Козел Альпийский И задавать вопросы Присылать фотографии Того что у вас Получается Или может быть Не получается Я с удовольствием Вам подскажу По любому ролику По любому ролику По любому поводу Вашему Я как бы Найду пару фраз Я может быть Не сразу отвечу Может быть Через несколько дней Да Я В ютубе отвечаю Гораздо быстрее Вконтакте Я может быть Бываю достаточно часто Но там Ну я бываю по работе Разговариваю с людьми По работе Ну достаточно Серьезные диалоги Веду Поэтому Не сразу я отвечаю На отвлеченные темы Но я всегда отвечаю Не бывает такого Что я не ответил Может быть Через неделю Но я все-таки отвечу Прокомментирую Что-нибудь ваше Что-нибудь скажу Да Пока С вами был Козел Альпийский До новых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok